привет бойцы с вами проект мой тай сики и я варченко виталий сегодня мы поговорим о такой таинственной спорной и всем интересной теме как кунг-фу шаолин все кто росли в 90-х двухтысячных годах наверняка помнят этот расцвет фильмов про единоборство когда на экранах появились ван дамми брюс ли а также непобедимый чак норрис слезы которого лечат даже рак но он никогда не плачет так вот в это время лично меня больше всего впечатлили фильмы про кунг-фу их было очень много я даже помню серию фильмов которая называлась золотой век кунг-фу и включала в себя часовые фильмы с разными сюжетами суть которых сводилась к одному был супер непобедимый воин злодей и в забитой деревне был перспективный мальчик которого взял на обучение седобородый мастер мальчик вырос и навешал соответственно непобедимому злодею я думал ну что даже человек не особо увлекающийся единоборствами наверняка помнит фильмы пьяный мастер змея в тени орла выход дракона и фильм который лично мне очень понравился 36 ступеней шаолини кстати пока дело этот обзор опять его пересмотрел но уже конечно впечатление не то так вот к шару линию собственно мы и вернемся вокруг крама шаолин ходит много легенд и мифов а их тренировки которые показывают нам вызывают восторг и недоумение как человек на такое способен ну и немножко истории шаолини это пожалуй самый известный китайский монастырь в мире он находится на склоне горы суншань в живописной местности окруженный густыми листами монастырь появился здесь начале 5 века правда относился он к другому религиозному течению даосизм буддисты обосновались на этом месте только в 495 году сразу после того как предыдущие хозяина монастыря подверглись гонения основоположником традиции шаолин считается монах бадхидхарма он несколько изменил привычное для того времени понимание буддизма объединив молитвы медитацию и физические упражнения благодаря такому единству монастырь стал не просто местом духовного развития самосовершенствования но и настоящим центром боевых искусств по некоторым данным на сегодняшний день в монастыре шаолин живут всего 100 настоящих монахов которые довольно редко выходят пообщаться с туристами почти все свое свободное время они медитируют тренируются и молятся увидеть как они это делают не так то просто требуется особое разрешение все работы по обеспечению жизни монастыря выполняются послушниками не монахами а послушниками они благоустраивают дворы и занимаются другими видами хозяйственной деятельности там присутствуют на службах им также не запрещено общаться с многочисленными туристами каждый день шаолинские монахов ждут изнуряющие физические тренировки которые закаляют их дух и укрепляют силу вою вся жизнь обитателей монастыря тесно связано с постоянным совершенствованием тела овладения боевыми искусствами и молитвами эти традиции остаются неизменными вот уже несколько сотен лет монах шаолиня просыпаются в 5 часов утра и вне зависимости от возраста погоды собираются на площадке у храма чтобы придаться двухчасовой коллективной медитации и старейшим всегда выбираются 10 смотрителей которые пристально следят чтобы новичок случайно не заснул противном случае нарушитель награждается ударами палкой при этом он должен обязательно поблагодарить смотрителя за указанную помощь после духовного насыщения наступает время гимнастики для развития гибкости растяжка по шаолиньский это довольно сложный и тяжелый комплекс упражнений который неподготовленного человека может оказаться непосильным и даже нанести серьезные травмы по окончанию своей необычной зарядки все монахи проходят храм там они выслушивают проповеди о жизненном пути и предназначений а затем опять переходят тренировки выполняют гимнастические упражнения которые способствуют развитию мышц и увеличению силы далее начинается занятие по владению боевыми искусствами новички изучают 5 основных стилей дракон тигр змея леопард и богомол каждый из них необходим для совершенствования определенных качеств обучение этим стилям длится три года после чего ученику присваивается ранг воина и определенный пояс своеобразный аналог поясов карате или дзюдо стал монахом воином адепт начинает усложненные и очень жесткие тренировки осваивая весь комплекс состоящий из 170 специальных техник все физические занятия заканчиваются к 14 часам дня только тогда монах может приступить приему пищи а затем ему дается один час для личных нужд после этого небольшого перерыва опять начинаются занятия но уже в залах где проводятся тренировки в полную силу со старейшинами монастыря помимо боевых искусств монахи изучают медицину и методы воздействия на болевые точки ужин в монастыре начинается в 7 часов вечера после чего монахи и послушники могут заняться своими личными делами кто-то посвящает это время науками или языкам кто-то дополнительным тренировкам а кто-то и вполне привычным нам развлечения подведя итоги можно сказать что монахи едят в день всего два раза полноценно и тренируются более 8 часов вот такой жесточайший режим кстати попасть в храм шаолинь может далеко не каждый детей туда берут 4 5 лет но при этом проходит жесточайший отбор а выбирать есть из кого так как желающих попасть в храм 1000 после которого попасть на обучение к монахам может только действительно талантливый трудолюбивый целеустремленный послушник но это мы говорим о детях которые хотят жить и заниматься в монастыре бесплатно теперь перейдем непосредственно к тренировкам которые вызывают восторг и трепет у большинства людей особенно у китайцев с тем что тренировки монахов шаолинь действительно невероятно тяжелое изнурительное тяжело не согласиться но это не значит что сами монахи великие бойцы многие из вас сейчас удивятся как это они могут перебивать кирпичи головой ломают железные прутья но это абсолютно разные вещи кроме того мне хочется сразу развеять пару убеждений непонимающих людей многие люди думают что все монахи умеют все то есть он и гимнаст и йог и пробивающий пальцами железо и таскающий на детородном органе по 50 килограмм вес кстати когда появились видео как монахи делают набивку паха и таскают на нем железные грузы некоторые пытались это повторить семейная жизнь у них сложилась печально поэтому не пытайся это делать дома на кухне так вот на самом деле в монастыре каждый монах занимается определенным направлением то есть это как изучение определенного стиля боя например есть направление железная голова послушник который выбрал это направление всю жизнь занимается набивкой и укреплением своей головы после чего может ломать стальные прутья и кирпичи на голове таким образом каждый монах имеет свое направление кто-то становится невероятно гибкий у кого-то железные пальцы и так далее конечно все монахи выполняют общие комплексы по физой гибкости но специализация у каждого своя кроме того мне также хочется затронуть один из главных мифов о том что монахи шаолинь супер непобедимые бойцы давайте сразу определимся что лежать на копиях разбивать головой кирпичи пробивать иголкой стекло и так далее никак не связано с тем как ты дерешься в реальном бою да я хочу тебя расстроить если дома ты научился перебивать рукой мамину скалку для теста это не сделает тебя непобедимым уличным бойцом я не спорю с тем что возможно есть действительно супер бойцы шаолинь которые сидят у себя в храме и просто не показывают свое мастерство так как им это запрещено по кодексу буддизма но это просто догадки и слова так как истории без контактников их постоянные рассказы на которых я кстати делал обзор со словами вроде я могу убить тебя взглядом но мой учитель запрещает мне это поэтому живи нет реальных боев на турнирах полный контакт где мастера шаолинь бы выносили всех энергетическими ударами как mortal kombat правда есть один боец который позиционирует себя шаолинь и дерется по ммк 1 но не на него я сделаю обзор чуть позже мы посмотрим кто он такой давайте вернемся к шаолине подытожим лично мое мнение что сегодня бренд шаолинь это чисто коммерческая тема храм прим принимает на обучение всех желающих даже иностранцы кстати обучение стоит от одной до пяти тысяч долларов год также монахи ездят по всему миру и показывают свое мастерство точнее шоу как цирк дюсселей собирает тысячи зрителей таких шоу можно увидеть акробатику йогу железное тело и так дальше но честно говоря это можно увидеть в любом нормальном цирке по факту мастер мастеров кунг-фу может назвать себя каждый профессиональный гимнаст или акробат если одеть на них желтые балафоны возможно мое зрение конечно предвзято так как я представитель контактного муай тай и повидал на свою веку много разных любителей рассказать про крутость и обделаться в ринге но все же это суровая правда если ты конечно с ней не согласен пиши в комментариях что ты думаешь про шаолинь и как нему относишься подписывайся на канал жми колокольчик делись видео с друзьями подписывайся на мои соц сети в описании под видео и забирать видеокурсы по тайскому боксу самообороне на улице также по ссылкам в описании под видео настойчивости в тренировках и шаолиньского тебе дух видео курс стрит тай неуязвимый уличник узнай как оставаться нетронутым в уличной драке убойную комбинацию а также как работать лоу-киком на улице ссылка в описании под видео в описании под видео